Короче, пацаны, сейчас будет вам один совет, если вы новичок в этой сфере. Если у вас там минус 20% на фьючерсах, или там даже больше, минус 30, не продавайте, минус продавать это очень глупо. У меня вот сегодня было здесь минус, где-то минус 30%, там было где-то минус больше, чем 10 долларов. Нет, где-то минус 8 долларов, ну короче, вы поняли. И потом у меня она стринула, эта монета очень, ну блин, стринула прям очень сильно, и я пошел в огромный плюс. Так что не спешите продавать, если вы идете в минус. Дисклеймер, не финансовый совет, если что. Ну что, всем привет, вы на канале CryptoComments, и давайте взглянем, что происходит на крипторынке. Ну сегодня толком ничего не происходит, как мы можем видеть, плюс-минус 0%, за исключением, конечно, Матика, который иксанул там на 50% практически. Но все мы помним ту фигуру Матик, поэтому давайте тоже быть осторожными с подобного рода монетами. Додж. Тоже что-то там вроде как куда-то, чего-то, но это все, давайте скажем так, это все боковик. На самом деле это все боковик. И мы идем по нашему плану с вами, по битку мы немножечко корректируемся. Вот у нас вторая недельная свечка Хайконаши красная, но если мы посмотрим на обычные свечи, то это уже зеленая свеча и две предыдущие были красные. То есть Хайконаши, я вам напоминаю, это немножко заторможенные свечки, они очень круто показывают тренд, у них цвет реже меняется, чем у обычных. Но у них есть свои косяки, вот там в чате кто-то спрашивал, например, у них цена, видите, сейчас реальная цена 54 500, а Хайконаши цена 52. Это как бы надо учитывать, что они немного не точно показывают цену. Но видеоурок по этим свечкам у нас есть в описании видео. Обязательно посмотрите вот этот вот видеоурок по Хайконаши на Кост ТВ, он выложен, на Ютубе его нет. Вот, хочу что сказать, мы окончательно разделили два канала с моим другом Сёрфи, который помогает делать переводы. Он теперь будет делать переводы на втором канале Crypto Commons, на котором сейчас меньше подписчиков. И вот сегодня там вышло видео Кевин Свенсен, очень хороший грамотный анализ по битку. Так что про биток сейчас мы разговаривать не будем с вами. Посмотрите, я с ним во многом здесь солидарен. А я хочу с вами сегодня сделать что? Я хочу посмотреть с вами те монеты, которые я обычно не смотрю и вообще ни разу не смотрел. А то вы уже меня хейтите за Dash, за что там ещё, эфир классик, ну за наши монетки с вами любимые. Поэтому погнали, сегодня будет неожиданный выпуск для вас. И мы просто смотрим разные монеты, и я говорю, что думаю, не финансовый совет, естественно, дисклеймер. Погнали с 1-инча, начинаем. 1-inch. 1-inch USD, на недельном таймфрейме мы видим устойчивый аптренд. Всем быкам 1-inch большие поздравления. 1-inch BTC, в принципе, то же самое практически. Но, как я уже говорил ранее в своих видео и стримах, что на таких молодых монетах глупо смотреть недельный таймфрейм, потому что тут ни хера ещё не сформировалась картинка. Поэтому надо смотреть уже более такие детальные. Во, на часовом таймфрейме мы видим, что 1-inch попёр очень хорошо к биткоину, что не может не радовать. И посмотрите внимательно, как экспоненциальная сетка скользящих, вот эта, которая, в принципе, похожа на сетку EMA Ribbon, но это сетка из индикатора MarketCypher, точнее, китайской копии этого платного индикатора CryptoFace. Бесплатная китайская копия индикатора MarketCypher, вот она. Урок по этому индикатору тоже у меня есть, сейчас он появится сверху. Опять же, вы можете найти его в описании видео. Вот здесь, обзор урока индикатора MarketCypher. Обязательно взгляните, если вы не видели. Соответственно, что тут скажешь? Если вы бык по 1-inch, то на самом деле надо лонговать его от этой сетки. Ну, за исключением вот таких моментов, когда он её пробивает и уходит в даунтренд, и сетка выступает в роли сопротивления. Но когда мы пробиваемся выше сетки, мы улетаем наверх, и вот сейчас мы выше сетки. Так что, в целом, достаточно лонговый сетап по 1-inch к битку. И по 1-inch к доллару всё то же самое, что на самом деле удивительно, потому что... Ну, сейчас, видимо, потому что у битка не такая высокая волатильность в этот момент. Поэтому, ещё раз говорю, я лично не торгую 1-inch, и не торгую Uniswap, не торгую всё вот это вот, то, что тут сильно отросло. Но, если вы торгуете это, то, пожалуйста, главное, помните, что это всё может прекрасно сделать вот так всегда. Поэтому подпирайтесь стопами и спокойненько летите на ракете. Предпосылок к шорту я тут пока не вижу. Дальше, что мы видим ещё? Что зелёное сегодня? AVA, AVA BTC. Тоже интересно выглядит. На Binance торгуется этот щиткоин. Вроде как там даже есть фундаментал по нему, но он уже, знаете, что я вам скажу, вот на месячном таймфрейме мы видим, что AVA BTC уже запампился, будьте здрасте. А если монета к битку так запампилась, то к доллару, конечно... К доллару логично предположить, что она не меньше запампилась, а то ещё сильнее. И вот тут покупать, конечно, как бы есть вероятность того, что это пойдёт вот туда ещё, потому что, помните, я вам и про Binance Coin вот тут говорил, что... Ну вот давайте на примере Binance взглянем. BNB, USD. Кто помнит, я вот тут говорил, что всё, чуваки, на таких локальных хаях я не покупаю. И я не жалею о том, что я не купил, знаете, я не взял вот это движение. Ну и ладно, я на рынке каждый день не беру такие движения. Но вопрос в том, какие я беру. И вопрос в том, что я не теряю. Стараюсь не терять, по крайней мере. А если я теряю, то я режу риск так, что я зарабатываю больше. И чего я вам желаю. Поэтому, скажем так, риски здесь уже были достаточно высоки для меня. Я люблю набирать монеты, которые вот здесь, как вы знаете, а не вот здесь. Так что вот здесь, тем более, BNB я бы не рассматривал к покупкам. Даже несмотря на то, что структура так выглядит, что он сейчас в параболическом росте и может быть улетит сейчас какой-нибудь на тысячу с чем-то. Это вообще легко. Легко он туда может сходить. Тем более, если мы вот так вот кривую натянем по экспоненте, то мы как раз ей следуем с вами. То как бы тут парабола еще не сломана. И, в принципе, вот пока мы этот тренд удерживаем восходящий, возможно, что BNB сейчас иксанет. Будьте, здрасте. Вот, но опять же, я это не торгую. Сейчас объясню почему. Давайте объясню сразу почему. Хотя тут по сайферу еще все хорошо. Но по сайферу я вот так скажу. Если смотреть на маркет сайфер, то по нему лонговать надо, знаете, что? Вот это. Вот, посмотрите. Вот тут был сигнал, очень сильный на покупку. Вот тут, вот тут были зеленые точки, были девера, были все эти истории. И в итоге мы полетели в космос и дали сколько Binance QSD дал. 1600 процентов. Неплохо. Почему я это не торгую? Давайте я еще раз объясню тем, кто, может быть, впервые нас смотрит, не знает мою стратегию. Смотрите, еще раз говорю, есть вариант, что это пойдет выше, но с каждым таким разом, как бы, на самом деле, этот вариант все больше сопровождается вариантом того, что не пойдет это выше или пойдет, а потом резко задампится. Соответственно, что мне вот это сейчас напоминает? Посмотрите на BNB. Запомнили, да, как он выглядит? Запомнили? Вот. А теперь смотрите. Открываю свой любимый Dash USDT. По которому, кстати говоря, очень неплохие свечки наверх. Посмотрите, какие забросы на дневном таймфрейме. И кто говорит, что Dash не растет, ну я просто не знаю, чуваки, вы протрите монитор, наверное, у себя, потому что, вот, посмотрите, Dash дал уже к доллару 549 процентов за небольшой промежуток времени с ноября 20-го. И фишка в том, что разница в том, что он только на старте, в отличие от тех монет, которые уже непонятно где. И смотрите, почему я так не делаю, сейчас я объясню. Мотаем назад в 2017 год. Вот, посмотрите, вам вот это ничего не напоминает? Вот это, посмотрите. Точно так же, долгий-долгий флет, где надо было набирать монету. Потом памп, потом все вышли, потом еще сильнее памп, потом монета улетает вот сюда. Посмотрите вот на это. И вспомните то, что мы сейчас с вами видели, BNB и так далее. Ну, по BNB возможно, что мы вот здесь, ладно. И по многим. Ну, по доджкой, но мы уже, на самом деле, похоже, что вот здесь. И дальше смотрите, что происходит. Здесь все на хаях впрыгают, все говорят, ооо, йоу, все, это вообще супер растущий проект. Как там, как сейчас там пишут, там, то, сё, там, соланы. Я ничего не говорю, окей. Но дальше смотрите, что происходит. Да, не вопрос, вот здесь еще всех. Вот тут коррекция, все говорят, ой-ой-ой. И вот тут все говорят, а, ну все нормально, отрастем. Это же стандартная фаза мании пузыря. И дальше происходит следующее. Поэтому, чуваки, вот именно по этой причине я не впрыгиваю в щитки вот здесь и даже вот здесь. Потому что даже кто вот здесь сейчас зайдет, их потом все равно сбреют, потому что это уйдет ниже. Скриньте. Вот. Я люблю заходить вот здесь, как вы уже поняли, наверное. И Dash как раз сейчас находится в зоне аккумуляции, как вы видите. Извиняюсь, что мы снова скатились к Dash, но по моей стратегии, еще раз, и Dash, и ETC, и Bitcash сейчас находятся вот здесь, все еще глобально. Даже не считая, что вот он тут отрос к доллару, то к биткоину, он все еще вот там на низах. Вот, посмотрите, вот он только-только-только разворачивается. Друзья, представляем вашему вниманию криптобиржу токенизированных активов Currency.com. На бирже представлены различные криптовалюты, а также токенизированные акции, драгметалы. Также вы можете торговать здесь DeFi токенами, в том числе Uniswap, Compound и так далее, и валютами. На бирже имеется торговля с левереджем, также очень удобное мобильное приложение, которое облегчит вашу работу с этой платформой. Ссылка в описании, биржа Currency.com. Теперь погнали к тем монетам, которые вы хотели, чтобы я посмотрел, наверное. Давайте смотрим Solana. Solana USD. Ну вот, опять же, ребят, та же история, посмотрите, только что я вам показывал. Все круто, зеленый money flow, восходящий uptrend, да, если мы натянем кривую, вот у нас шикарнейший uptrend. Кто это лонгует, кто торгует это в краткосрочной перспективе, базаров 0. Лонгуйте и дальше, только стопы ставьте и лонгуйте от сетки, смотрите, как офигенно от сетки отбиваются. Вот, видите, хоп, отбился, хоп, отбился. Сейчас он опять в какой-то момент сходит, хоп, в районе 40 долларов, скорее всего, отобьется. Но в какой-то момент параболический тренд будет сломлен, вы поймите, никогда он, в какой-то момент, если он будет слишком так идти, ему придется идти уже только наверх, как доджкоину и как риплу в свое время. И после этого он не сможет, либо ему придется идти назад, что невозможно, но это только у арабов, мне кажется, может быть, график вот так может пойти. А реально, он просто в какой-то момент, ну, ему придется скорректироваться, так устроена физика, и на рынке она работает тоже. Докуда этот момент будет, хрен знает, может и до туда, но это будет обязательно. Поэтому еще раз, я в это не лезу, но всем респектую, кто-то торгует, крышесносные иксы, я уверен, у вас еще больше, чем у меня там, и я вас поздравляю с этим. Мне пока своих хватает, крышесносных иксов. Вот, Юнисвап, то же самое, я в это не лезу. Юнисвап я распродавал еще по 5 баксов, когда его насыпали бесплатно, и был счастлив, как щенок. Вот здесь я вот распродал его на эфир, а когда он упал до 1,8, я думал, вот я молодец, что я так сделал. И тут, конечно, другой вопрос, что его тут можно было подбирать, но я что-то, знаете, у меня не было свободной маржи, я подбирал другие монеты. Вопросов нет. Кто взял Юнисвап и держит, отличная прибыль уже, я бы рекомендовал часть прибыли зафиксить. Даже несмотря на то, что сейчас эрадексов, и может он будет дальше расти. Кто реально хочет держать биржевые токены, чтобы а-ля как BNB стрельнули, и держат Юнисвапы и прочие там, Сушисвапы, PNKXвапы. Делайте, что хотите, но реально, давайте Суши посмотрим, что он там. Ну, Суши, да, вот, кстати, Суши поинтереснее, он хотя бы скорректировался, видите, Юни еще не скорректировался и BNB. Если вы такой бык по BNB и по Юни, дождитесь хотя бы вот этого. Может быть, Суши, кстати, интереснее, да. Здесь, посмотрите, здесь дивера, здесь сигнал на MarketCypher внизу на покупку. Но MoneyFlow пока еще красный, то есть для подтверждения надо ждать, пока он выйдет вот сюда и пойдет в зеленую, чтобы уже точно говорить о лонге. Может быть, и Суши. Так вот, кто хочет биржевые токены держать, присмотритесь лучше к Basic Attention, потому что Brave Browser делает свою биржу сейчас, децентрализованную, насколько мне известно. И это как раз, грубо говоря, инсайд, это еще не сделано. Это будет сделано. Вот тут опять же к доллару сигнал на лонг. MoneyFlow индекс зеленый. Рост мы уже видим. И я думаю, что Basic Attention может показать реальные иксы. И к биткоину Basic Attention все еще, вот он развернулся, конечно. Вот тут супер дивера вообще, посмотрите, какие. Красный MoneyFlow заканчивается, зеленый начинается. Вот здесь у нас был просто супер дивер. И вот здесь супер дивер. Вот они все отмечены. Так что Basic Attention, я думаю, что to the moon. Я наращиваю свою позицию в Basic Attention. Вот. Ну, мана, кстати, тоже может быть, как игровой токен, тоже может пойти прекрасно еще выше. Хотя она вроде как уже кажется, что стрельнула в моменте неплохо. Но вы же знаете, что на Bull Run это все может улетать просто в космоса вот в такие еще. Что вот это все будет прямая линия, вот как с BNB сейчас. BNB, вы же помните, что там были торги просто, мама, не горюй, вот в этом. Вот здесь вот были очень серьезные торги. А сейчас их даже не видно. Поэтому, смотрите, Alt Season. Сейчас, по сути, вообще любой щиткоин, бери и иксуй, или там диверсифицируйся, несколько монет складывай. Вот мне только что, когда я садился записать это видео, мне чувак в телегу написал, посмотри QSP BTC. Понятия не имею, что это за щиткоин, но график мне понравился. Посмотрите, на Binance торгуется Quant Stamp. Кто-нибудь знает, что это за монета? Посмотрите, вот такое я бы прикупил, на самом деле. Может быть, даже и прикуплю. Посмотрите, какой график. Во, видите? Это щиткоин, который уже очень сильно упал. У которого, ну, реально глобальное дно, вот оно к биткоину. Но после того, как биткоин сильно вырос, он сейчас находится под дном. Так что вот мне вот такое больше интересно. Это явно зона аккумуляции. Здесь Money Flow индекс пока еще красный. Когда он пойдет в зеленую и даст еще одну зеленую точку, возможно, это будет откровенный лонг. Как минимум на отскок. А то и на bullrun, понимаете? Так что, что, нормально, интересная тоже монета. Спасибо, Брос, за наводку. Wi-Fi, кстати, про который все забыли уже. Wi-Fi, Yarn Finance. Помните, что он на пике DeFi пузыря стоил почти 5 битков? Я говорил, что это шорт. Но я не стал сам шортить, потому что, ну, блин, он мог и на 10 битков сходить. Там монета-то всего 100 тысяч, по-моему, капитализация небольшая. Но сейчас Wi-Fi, мы видим, что про него все забыли, а он как раз только-только загорелся вот тут зелененьким. Видите? Зеленый сигнал дал. Так что Wi-Fi, короче, тоже, по ходу, лонг. Как вариант, кстати. 0.9 битка он сейчас стоит. Нормально. Сейчас он вернется к одному битку, пробьет, и все начнут его лонговать, скорее всего. Как вариант, вот, по поводу позиций моих чё. Я подсократил свой этот FOMALONG по Ripple, поставил стопик, так что я по-любому в плюсе. Забрал большую часть плюса. Меньше оставил колбасицы. Стопик можно подтянуть, в принципе. Но тогда, с другой стороны, его вынесет. На BYEBIT и торгую Ripple. Ненавижу Ripple, но спекулятивно на отскок взял вот здесь, и не жалею ни о чем. Заработал уже достаточно прилично. Вот он рисует 700%, но это он из расчета большего плеча, на самом деле, это не так. Вот, на полыне у меня открыты какие-то лонги небольшие по биткоин кэшу и по биткоина сви, но это так чисто поугарать. Биткоины сви, кто спрашивал, где торгуются. Он торгуется на полыне, ссылка в описании. Полоник с плечом, там можно его торговать со вторым с половиной. Вон он, куда ходил. Монета SCAM откровенный, помните это. Ну как SCAM, у нее общая история с биткоином, через биткоин кэш, как бы, да? Это хардфорк. Кто не в теме за хардфорки, обязательно посмотрите наш урок, что такое хардфорки. Вот наш видеообзор по поводу биткоин кэша, эфир классика, вообще, кто, что откуда пошло, у кого ноги растут, откуда и так далее. Обязательно гляньте. Ну и вот какие-то такие пироги, на самом деле, друзья. В целом, все нормально, рынок оживает. Могут еще всех потрясти, но я думаю, что все будет зашибитался. Паниковать не надо. Аккуратней с плечами, аккуратней с риск-менеджментом, с холодной головой. Подходите к делу, и будет вам профит. Ну и OMUSD еще хочу сказать, что я докупаю. Точнее, у меня-то уже набрана позиция, но ребята мои докупают тоже, кто со мной советуется. В общем, OMUSD, я думаю, будет хороший расклад. Так что такие вот пирожки, ребята. Подписывайтесь к нам на канал, на телегу. Альтсезон продолжается. Я уж молчу там про лайткоин, про манера, про стопудовые фишки, которые стрельнут в стеллар и так далее. Все в силе. Ну и доминация биткоина. Давайте глянем напоследок ее. Походу все-таки будет не за горами отскок по доминации. Но пока им, кстати, и не пахло. Посмотрите. По манифлоу мы падаем. Красная. То есть это альтсезон, значит. И вот когда здесь флошанет вот такая точка зеленая, все это будет вот так разворачиваться. Этот белый горбик вот так вот сойдется с синим здесь. Посмотрите урок по маркетциферу, вы поймете, как им пользоваться. И здесь долбанет зеленая точка. И вот это вот сюда пойдет. Вот тогда, в принципе, надо будет присматриваться, забирать часть профитов из альткоинов. Скорее всего, это где-то здесь будет. И переходить обратно в биткоин. Хотя бы на время. Вот и все. А с вами был Грин, он же Фла-Ла-Ла. Не забудьте подписаться на второй канал, где вы можете посмотреть офигительный обзор биткоина и эфира, кстати, Кевина Свенсона. Навалить ему лайков, потому что что-то, смотрите, 2-300 просмотров и 364 лайка. Ну и, собственно, вот. Всем большущего профита. Спасибо, что смотрите. И до скорой встречи. Пока. Субтитры подогнал «Симон»